Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберцы. Следим за всеми событиями, которые происходят вокруг него и далеко за его пределами, но так или иначе связаны с городским округом. Ну и, конечно же, представляем вам людей, которые принимают активное участие в жизни этого города. В жизни на сегодняшний день спортивной, потому что у нас в гостях целая делегация. А именно, Дмитрий Анатольевич Коровкин, директор комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня тренер высшей категории по боксу, все той же комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Виктор Иванович Пономарев. Здравствуйте! И Владислав Иванов, мастер спорта международного класса, который уже был гостем нашей программы и тоже являющийся воспитанником этой комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте! Извините, начнем с вас, потому что вы у нас с медалью, а мы с вами расставались, я наверняка вам желал очередных побед. Расскажите, что за новая медаль, откуда вы ее привезли? Были на чемпионате России среди мужчин, который проходил в городе Самара с 8 по 16 ноября. И по результатам, то есть серебряная медаль, к сожалению, до золота не добрались. Кто же встал на пути нашего золота? Ну, ребята все там были сильные, и слава богу, что вот до финала получилось дойти, и чуть-чуть не хватило, в общем. А много вообще участвовал спортсменов? Да, порядка 300 человек на чемпионате России. В отбор в Олимпийскую команду будет осуществляться таким отбором, то есть пройдут 4 турнира или 3, я вот, если честно, сейчас не скажу точно, в разных точках нашего мира. И именно по результатам этих турниров сформируется команда, которая отправится на Олимпиаду. И вот тут вопрос Дмитрию Анатольевичу, скажите, пожалуйста, а каковы шансы у нас там место зарезервировать в Олимпийской сборной России, в городского круга Люберца? Мы будем стараться. Мы будем стараться, это так интересно. Владислав уже сказал, что есть желание, есть опыт колоссальный. Но конкуренция серьезная. Очень. В боксе она всегда была серьезная. В боксе, чтобы достичь таких высот, как у Владислава, нужно пройти, знаете, как это, огонь и вода, медные трубы, еще 10 раз так же. Ну, вот, дело в том, что школа называется Олимпийского резерва, такое вот красивое название, да, и за этим названием стоит большая серьезная работа. Вот мы во второй части будем говорить уже, так скажем, о тейнерской составляющей этого успеха. Почему? Потому что как увидеть в человеке его возможности, как ему, ладно бы, помочь, главное настроить на правильную волну. Но с точки зрения административного подхода, да, все ли есть на сегодняшний день у вас все рычаги для того, чтобы, вот слово Олимпийский резерв, ну, знаете, чтобы знали, ага, Люберцын, ну, это 80% он уже в сборной. Неважно сейчас по боксу или по какому другому виду спорта. Что для этого нужно? Нет, смотрите, мы в 17-м году школа наша перешла на такую программу спортивной подготовки. Мы ушли от детско-юношеской школы и перешли уже на более взрослую стадию, ступень, да, подготовки спортсменов, где, как вы уже заметили в начале вот своего вопроса, на начальном этапе мы уже отбираем людей, спортсменов, детей, да, которые вот в будущем уже что-то могут показать. Ну, это понятное дело, это работа селекционная, она как бы ведет с первого, вот спортсмен только пришел, и она уже, там, тренер уже смотрит за спортсменом, как вот он тренируется, как на тренировке, как в соревнованиях выступает и так далее, тому подобное. Ну, а у нас достаточно баз в боксе, у нас в Люберцах, Фок-Люберецкий, Спартак, Малаховка, в Октябрьском база, то есть у нас достаточно много баз. Бывали у нас тут представители разных направлений. Да, вот, у нас достаточно много баз, есть хорошие спортсмены, я хочу сказать, что вот на сегодняшний момент в спортивной школе у нас пять видов спорта, четыре олимпийских, один неолимпийский, и ведущее звено, вот ведущее по результатам, по, скажем так, по призовым местам, это бокс. В боксе мы знаем, сразу несколько есть организаций под эгидой выступающих, и ты не можешь понять, чем эта организация круче, другой, вот, да, Владислав, приедет с каким-нибудь поясом? В данный момент, вот, наша спортивная организация, спортивная школа, ампийского резерва, мы работаем по любительскому боксу. Любительский бокс, он везде един, он один, то есть, как бы, кроме любительского бокса, у нас существует профессиональный бокс. Там уже, да, там уже сложнее, там есть разные, скажем так, серии и так далее, и тому подобное, то есть, там название, да, там, какой боксер и гидой выступает, за какой пояс боксирует. Спросим сейчас у Владислава, вы же хотите заниматься профессиональным боксом? Конечно, в дальнейшем. Владислав, у меня к вам такой еще вопрос. Сейчас говорят очень часто, и не только по телевидению, который не все смотрят уже, но и в интернете, что вот, молодежь нынче не та пошла. Наркотики кругом, алкоголизм, нежелание иметь семью, ну, какой-то такой непонятный. Это всегда было, в любом, так сказать, но есть такое ощущение, что, скажем, доступность чего-то нехорошего стала больше. Вот скажите, среди вашего окружения есть такие люди, которые вместо того, чтобы делом заниматься, да, отдавать себя как, ну, там, спорту или еще чего-то, вот, как-то не по той дорожке пошли? И почему вы эту дорожку вот выбрали правильную? Я уже понял. Скажу вам следующее, что в моем окружении есть такие люди, но с ними общаюсь я не так близко и не так плотно, как с другими, с своими близкими друзьями. А объяснить это, мне кажется, можно очень просто. Это, прежде всего, родители, это, прежде всего, воспитание. То есть они вкладывают в своего ребенка то, каким они его хотят видеть. Они же видят ваш успех, да, они видят, что, ну, вы даже на второй раз, да, на телеканале появляетесь, тоже о чем-то говорит. Мы же сегодня знаем, что спортивное состояние молодежи, это не очень хорошее. Мне кажется, что многие видят только оболочку, то есть они видят, что у меня получается, они видят... Успех, да, а то, что работают, не видят, да. Конечно, а то, что, так скажем, с другой стороны медали, это ежедневные тренировки, это кровь, пот, огромный труд. Сколько раз уходит на тренировку, кстати, времени? Ну, такая традиционная... От полутора до двух часов, наверное. И вот, когда они начинают понимать, в чем состоит, так скажем, главная часть всего этого успеха, ну, мне кажется, что это отбивает желание. Ну, да, потому что надо что-то делать. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, а что со школой сейчас происходит вообще? Как люди приходят, записываются, какая-то идет, ну, назовем это, рекламная кампания. Вот нас сейчас могут смотреть родители, да, которые готовы куда-то привезти ребенка. И, кстати, тут еще же очень важный момент. Когда ребенок, мальчик, девочка, неважно, он сам еще не может определиться, то есть вроде как спортивный так, ну, на первое, или наоборот не очень спортивный, чтобы угадать с видом спорта, куда его отдать, чтобы не испортить ему его спортивную карьеру. Вот как у вас эта работа ведет? Ну, смотрите, у нас в конце каждого года, ну, имею в виду, после вот калликулярного периода, это в августе, у нас в соцсетях, в газетах, то есть вот в рамках городского уровня у нас везде идет вот о наборе. То есть мы набираем детей там по видам спорта. Каждый вид спорта выкладывает свою, значит, рекламку такую небольшую, с какого возраста, где тренировки, куда звонить, как записаться. Все базы у нас оборудованы по каждому виду спорта, полностью у нас все есть абсолютно. Вот, то есть ничего мы там не желаем. Родители, ведь тут еще очень важно, вот Владислав сказал, что действительно от родителей много зависит. А мы знаем, что иногда родители почему-то думают, что вот из его мальчика или девочки великая теннисистка, условно говоря, вырастет, да, и начинает там навязывать, не задумываясь о здоровье даже ребенка, что может быть ему это и не надо. Есть даже такие родители, которые умудряются водить в два вида спорта. Вот я периодически сталкиваюсь с ними и убеждаю их, что так нельзя делать. Неправильно, на чем-то одном скажем. Конечно, но это потом у ребенка раздвоение будет, он не будет понимать, что у него вообще получается в итоге. Ну, а потом возьмите другое, он из юноши выйдет, он чуть дальше пойдет. Как он будет ездить на боксе и на футбол? На боксе одни соревнования, сборы, на футболе другое. То есть, и пока есть такая возможность, я объясняю родителям, вы, пожалуйста, определитесь, поговорите дома с ребенком, что больше, где больше результат, где лучше, комфортнее выступать, тренироваться, где, где сформировался он как личность. Вот, да, они слушают, действительно есть такие моменты, и вот они либо туда, либо туда отдают и так далее, и тому подобное делают. Для того, чтобы поступить в школу, у нас на начальном этапе, вот он приходит, ребенок, ну, условно, в бокс, да, там, 10 лет, там, с 12 лет, у нас-то существуют контрольно-переводные нормативы, то есть КПН, так мы его называем. Свою собственное ГТО. Ну, а не собственное, она рекомендована спортивная подготовка в рамках этого, то есть мы на этом этапе уже смотрим, сколько ребенок подтягивает, там есть нормативы определенные, сколько он подтягивает, сколько он там, челночный бег бежит, сколько отжимается, ну и так далее, тому подобное. То есть, соответственно, если ребенок там пришел, ну, это уже получается третий класс, условно, да, там, он пришел, и он что-то уже понимает, а что-то уже делает, у него же есть что-то такое, что он может там отжаться, там несколько раз там подтянуться, да, соответственно, мы уже, вот, тренер, вот мальчик хороший. И вот в течение какого-то определенного времени, там, тренер на нем смотрит, определяется, и уже дальше по соревновательному периоду. Понятно. Еще один вопрос Владиславу, сделаем небольшой перерыв, а потом уже поговорим, вот, тренерская составляющая успеха. Владислав, вот вы поговорили о том, что, конечно, любой спортсмен, он хочет, ну, не только называться профессионалом, а быть им. Есть те люди, которые для вас родные и близкие, есть тренер, есть какие-то люди, ну, организации, да, есть, в конце концов, соревнования, вы там уже знакомитесь, что-то подглядываете и так далее. Но для себя персонально, что для вас, ваш профессионализм? Ну, я не знаю, обязательно сделай там 10 отжиманий, что бы с тобой ни происходило, даже на Новый год, или какие-то там процедуры специальные. Что вы вкладываете в слово профессионализм со своей точки зрения? Я думаю, что, скорее всего, лично для меня профессионализм – это очень серьезная дисциплина. То есть, даже в то время, когда у меня отдых между сборами, соревнованиями, я не позволяю себе какого-то употребления там алкоголя или различных других курительных смесей и так далее. То есть, очень серьезная дисциплина провожу на собой эту работу, чтобы… То есть, вы все время в процессе, держите себя в рамках? Так скажем, не в тренировочном, а в духовном. То есть, всегда стараюсь себя держать, так скажем, в узде, чтобы… Ну, расслабляться ведь надо. А как расслабляются спортсмены, если нельзя, алкоголь и все прочее ни в коем случае? Как? Ну, я думаю, то, что в нашем мире много разных средств и занятий, как можно расслабиться, отвлечься от своей деятельности, помимо алкоголя и других, ну… Еще один такой вопрос. Это специально для наших телезрительниц, потому что у них особое всегда отношение к боксерам. Вот скажите, что такое, когда мужчине больно? Что это такое? Вот боль для вас. То, что… Знаете, реклама у нас есть, там боль распадается. Что для вас боль, потому что вид спорта, он… К несчастью, без боли ты никуда не денешься. Это сложный вопрос. Нет, если честно, я вам скажу, что боль, она может быть как физическая, так и, наверное, на каком-то уровне морально-духовном, наверное, скорее всего так. Скажем, что к физической боли я уже привык, а морально-духовной – это, наверное, уже такие семейные моменты. Это вот, ну, для меня, мне кажется, важнее всего, как бы моя, ну, моя личная семья, там отец, мать. И, наверное, бывают какие-то моменты, может быть, с кем-то поругаюсь, может быть, еще что-то. Для меня вот это, наверное, самое болезненное, нежели физическое какое-то причинение боли мне. То есть там на том же ринге или где-то еще. Понятно. Вот так думает Владислав Иванов, мастер спорта международного класса и воспитанник комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского Круглюберца. Мы делаем небольшую паузу, а потом поговорим уже о тренерской составляющей успеха. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и мы продолжаем наш разговор. Напомню, что сегодня у нас целая спортивная делегация здесь в студии. Владислав Иванов, мастер спорта международного класса. Виктор Иванович Пономарев, тренер высшей категории по боксу. И Дмитрий Анатольевич Коровкин. Он и является директором той самой организации, в которой оба названных мною высшим человеком служат, как говорят, в театре. Это комплексная спортивная школа Олимпийского резерва городского округа Люберца. Сразу же вопрос к Виктору Ивановичу. Виктор Иванович, что испытывает тренер, когда его спортсмен привозит медаль? И сразу же под вопрос. Золотая, серебряная и бронзовая. Как-то по-разному теплеют глаза. Знаете, первый момент. Даже, по-моему, день-два в шоке находишься. То есть никаких эмоций, ничего. Просто вот эти переживания, которые ты испытываешь во время боя, когда эти переживания постепенно отходят. И радость только наступает, может, на второй-третий день. Осознание того? Да, осознание. А вот радость по поводу золотой и серебряной, она же разная все равно? Ну, вы знаете, конечно, я больше радуюсь золотой. А что вы делаете? Вы как-то руку жмете по-другому, там, не знаю, победителю или как? Как мы все так? Или молча? Знаете, тренер... Я помню, у меня был тренер по волейболу, по его лицу никогда не было понятно, хорошо или плохо, потому что даже если... Ну, когда-то давно там занимался, если мы выигрывали, это еще ничего не означало. Потому что мы могли выиграть, а разбирательство было такое, что мы проиграли. Понимаете? Ну, я так сотрудняюсь сказать. Как-то вроде бы все одинаково. Ясно. Вот еще такой вопрос сразу же, как вы понимаете. Кстати, тренеры, они, правда, редко приходят. Они либо по поводу конкретной игры что-то там рассказывают и уходят, а так вот, чтобы по душам поговорить, вытащить трудно. Вот скажите, когда вы понимаете, что спортсмен ваш, что я с ним буду работать, и несмотря ни на что, что, может быть, сейчас еще там что-то не получается, но у вас появляется уверенность, что вы сможете его докрутить до нужной кондиции? Не со всеми же это, наверное, же происходит, правда? Ну, я что-то даже как-то... Ну, вот вы почувствовали, да, мы можем работать. Знаете, как в кино показывают? Да, я тебя беру. Вот пришли ребята маленькие, да, я смотрю. Да, 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 и вы поймите, этот пойдет, этот не пойдет. Знаете, как, да, вот видно уже, поэтому, как он двигается, как он говорит, как он себя ведет. Поведение тоже важно. Да, конечно, по поведению определяешь все. Потом упражнения даешь ему разные, там, смотришь такие тесты, тесты. Тесты, да, 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 и вот видишь, какая реакция. То есть, конечно, должны быть данные очень хорошие, физические данные такие. И, ну, еще данные данными, это все очень много приходит хороших ребят, физически развитых, таких координированных. Но еще самое главное, я считаю, это составляющая, это сила духа. Ага, вот с этим у нас проблема. Да, вот с этим проблема. Есть очень хорошие ребята, приходят там все, и начинают, ну, до первого поражения. Потом раз и пропал, все. Или где-то какие-то уже трудности. Труд, вот Владик правильно сказал, что очень такой серьезный момент тренировочный. Сейчас надо к нему относиться очень серьезно. Это большая работа, очень сильная работа. Вот пока они маленькие, они считают, что это более-менее развлекается вроде как. А когда на результат уже работаешь, там уже нагрузки идут совсем другие. И работать надо по-другому. Надо отдаваться полностью работе. Ну, я вам скажу так, что это как, наверное, в любой работе, даже если певец или актриса что-то репетирует, да, или конструктор там что-то пытается... Это тяжелейшая работа. Другое дело, что здесь еще, как вы правильно говорите, ну, на мой взгляд, и физическая, и духовная составляющая. Потому что, конечно, сейчас не любители бокса, а они есть. Смотрят и прекрасно осознают себе, ну, что там, встают и бьют друг друга, и так далее. Но бить-то нужно с умом, всегда говоришь об этом. Виктор Иванович, к вам такой вопрос. Вот, во-первых, где вы Виктора Ивановича нашли? Потому что это же товар штучный. И вообще, как вот вы работаете с тренерским коллективом? Где вы их находите? Штучный коллектив, ой, штучный товар. И штучный коллектив, да. И штучный коллектив, да, и штучный товар. Тренер – это вообще, скажем так, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Так сложилось, что бокс, вот в отделении бокса, ну, не придет молодой тренер, молодой, как бы в боксе, ну, особо многого не знает, да. У нас в боксе люди очень профессиональные, вот, тренерский состав, очень, все бывшие боксеры, есть и со званием, вот. И текучки в боксе в тренерском коллективе нет, потому что, ну, за каждого тренера надо держаться. И бороться иногда, да. И бороться, держаться, потому что у нас очень много и фитнесов сейчас в городе, да, там, и вы же сами должны понимать, как это, какая идет… Переманивание. …невидимая такая, да, борьба. Ну, и бывает там, в других видоспортах, да, уходит, действительно, бывает такое, что и обратно приходит. Да, бывает такое, в футболе такое было у меня, кстати, вот. Вот, а в боксе, да, мы единая, большая семья, вот, тренер, тренер. Каста. Тренеры, да, они, как бы, ну, работают, и кто-то там смотрит на другого, как что-то подсмотреть. Где-то, по-моему, Т. Иванович, у нас человек, который по сборам постоянно ездит, и на сборы сборной команды первые номера, где боксирует, он на тренировку где-то может кому-то подсказать что-то, чего-то. То есть, всё вот в таком взаимопонимании. Ну, поэтому у нас в боксе результат есть. Приведу пример, чтобы был, да, с другой стороны. Вот есть фигурное катание, вот, казалось бы, там, ну, или лёгкая атлетика. Но мы же понимаем, что когда-то наступит момент, ну, не сможет человек пробежать 100 метров быстрее, чем это, ну, я уже не знаю, физиологически возможно, даже если его, извините, накачать всем, чем только можно. Бокс, он скорее прогрессирует сейчас, или всё-таки наблюдается какой-то регресс, что-то меняется? Знаете, вот, на мой взгляд, очень сильное влияние на любительский бокс оказывает профессиональный бокс. Так. И у нас сейчас боксёры, боксёры, они вот, копируя этих вот профессионалов, как бы отошли от такой, от техники, от технической составляющей. И всё больше вот стараются такой силовым образом силой удара победить. А боксу ещё... Додавить. Задавить, задавить, ударить побольше, да. А в боксе очень важная голова, очень важный ум. Как, когда есть такое понятие, умный боксер, вот, как говорится, думающий боксер. Ну да, как в любом виде спорта, кстати, да. Есть такое понимание, техника, школа бокса. Вот, у Влада школа бокса, она изначально поставлена. Поставлена изначально. Понимаете, вот школа бокса, от этого многое зависит. Как боксёр ведёт себя на ринге, как он боксирует, как он комбинации придумывает. Одно же заглядение. Одно же заглядение. То есть, бывает такое, что он такие финты может... Ну, это же профессура, это в боксе шнуковый боксёр. Он за долю секунды должен придумать атаку, защиту, атаку. А подключается всё, мозг, ноги, руки, всё тело. Всё тело работает в таком напряжённом, то есть, завышенном, да, там, режиме, что адреналин зашкаливает. То есть, ему нужно ещё нанести, правильно, уйти, опять нанести. То есть, всё это быстро должно происходить. Абсолютно быстро, доли секунды. Это не так просто. Я понимаю так, что вот, возвращаясь к тому, что Виктор Иванович сказал, что сегодня, благодаря популяризации вообще всего, чего, ну, всё, что можно, это всё можно найти в интернете, при желании любой бой посмотреть. То есть, правильно я понимаю, что неопытные ребята, они ещё попытаются, ну, хочется же побыстрее всего. Конечно, конечно, слава. Конечно, слава. Да, 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 совершенно не правильно понял. И вместо спорта мы получаем немножко недоделанное шоу. Да, 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 да. Торопятся, ребята, торопятся добиться результата. А как вы их можете убедить, что вот они же говорят, ну, вот, Виктор Иванович там требует, я не знаю, чтобы мы там отжимались там, надеюсь, раз больше, это я так условно говорю, больше, чем надо. А я вот сейчас у меня весь в соку, я сейчас пойду и там завтра будет уже у меня весь. Я всегда начинаю, вот с Владом, когда начинал, я ему прямо с самого начала объяснял, что это большой труд, что необязательно ты там станешь великим. Ты можешь вложиться, а ничего и не получить даже. То есть, готовься к большим нагрузкам, готовься к большой работе. Очень трудно будет, очень трудно. Он правильно в этом, ну, Влад подтвердит. Я ему прямо, вот только уж маленький он был, и я ему всё время это говорил. И вот сейчас взрослый, он хочет там пройти по профессионалу, я ему тоже говорю, Влад, очень трудно будет. И он поэтому готов, он морально готов к этому. Сколько вы уже работаете с Владом? С Владом уже 12 лет. 12 лет? То есть, вы второй папа, можно сказать? Ну, в принципе, да. Но так же. Наступает же момент, когда, может быть, Влад всё-таки пойдёт в профессиональный спорт, да? Я надеюсь. Да, вот как вы будете следить? Это же немножко другая уже жизнь будет. И вообще, что происходит в душе тренера, когда, ну, спортсмен переходит на другую стадию, неважно, но он от тебя уходит? Это всё-таки такая работа. Ну, знаете, конечно, печально немножко, грустно. Ну, куда денешься? Ему надо, он дальше хочет продолжать свою карьеру боксёрскую. Крочке надо. Да, профессиональную. Значит, в любительском он уже себя, кажется, свою показал, реализовал. Ну, во-первых, конечно, надо реализовать себя в любительской боксе, чтобы потом можно было там выйти достойно в профессиональной. Ну, я пока в этом, слава богу, любительском. Ну, я думаю, что профессиональный тот себя проявит, и в конце концов он уйдёт в профессиональный бокс. Ну, как там сложится, я не знаю. Конечно, придётся мне с ним, конечно, там это так, просто общение будет, у нас работать с ним уже не будет. Ну, всё равно поддерживать отношения. Нет, отношения это несомненно, потому что столько лет, он маленький был, пришло ко мне. Ну, это несомненно. Сейчас кого-то набираете? Ну, конечно, есть у меня ещё один, там такой же вот, тоже Влад, ещё один, второй. Ну, условно говоря, вот приходит сколько человек, и сколько остаётся, с которыми вы уже работаете конкретно? Или это трудно? По-честному сказать, приходит очень много, остаются единицы. Ну, так и должно быть, и даже единицы остаются. Остаётся те, которым непосредственно это нужно. Но я опять же хочу сказать, вот я поддерживаю Виктора Ивановича, что касается профессионального бокса, да, я сейчас чуть-чуть продолжу про другое, да, техническим боксёрам, кто знает школу бокса, кто прошёл там Россию, там не одну, да, там мир, Европу. Им, вот у Влада там стоят какие-то определённые планы, им проще и лучше, но они больше результатов добиваются, можно сейчас, я скажу, имена некоторых, да, профессиональных боксёров, которые звёзды, да, профессионалов, выступать на профессиональном ринге. Потому что, опять же говорю, вот те же, да, там, мексиканцы, те все там другие там страны, боксёры, ну, это боксёры, те, которые не выступали там на таких, кроме там единиц, да. Возьмите, пожалуйста, украинского боксёра Усика, да. Ну, посмотрите, какой он, он же молодец, красавчик, как он на ринге себя ведёт. Это не просто так вот, о чём вы говорили, там, какие-то там ребята, которые хотят быстро стать. Это всё им другое, понимаете? Ну, я так понимаю, всё равно многое закладывается. А, в школе, Б, кто работает с тобой, А, В, а может быть, надо переставить эту букву, и всё начинается с самого человека. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня, не так много времени. С нами были директор комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского круголюберца Дмитрий Анатольевич Коровкин, тренер высшей категории по боксу школы Виктор Иванович Пономарёв и Владислав Иванов, мастер спорта международного класса. Надеюсь, мы его вводим в третий раз и в четвёртый с новыми медалями. Это уже становится традицией. С олимпийскими. Да, с олимпийскими, да. Дай бог. Сохраним этот эфир, потом будем смотреть вместе. Спасибо вам большое. С вами был Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»